Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет Рукоделия. И сегодня у меня немного волнительная распаковка. Просто невозможно передать словами, как я ждала эту посылку. Я не могу сказать, что она долгожданная, так как прошло всего 5 дней с того момента, как был оформлен мой заказ. Но перед тем, как определиться и сделать заказ, я некоторое время изучала все, что есть в интернете об этой пряже. Я читала статьи, смотрела видео, просматривала отзывы. Еще я постоянно рассказывала мужу, какая есть удивительная пряжа, какая она мягкая и не колючая, и еще очень дорогая. В итоге мой муж, как самый внимательный в мире мужчина сказал, что дарит мне это счастье на 8 марта. И вот она пряжа из Монголии. Судя по отзывам, самая лучшая в мире пряжа. Заказывала я ее на сайте Сарлак и здесь на коробке мы уже видим их логотип. Я посмотрела много видео с распаковками этой пряжи и знаю, что ребята кладут в посылки сразу несколько милых сувенирчиков. Это открытка с кашемировой козочкой и логотипом Сарлак. С обратной стороны написано пряжа из Монголии, ее можно подписать и отправить почтой. В этом пакете, я уже догадалась, палитра с оттенками пряжи. Уже не терпится пощупать этот волшебный кашемир. И еще один сувенир. 100 монгольских тугриков. Совершенно новая хрустящая купюра. Спасибо Александру. Итак, вернемся к палитре. Вот такие оттенки есть в ассортименте. На будущее можно будет уже визуально оценить и представить, как тот или иной цвет будет смотреться в изделии. В палитре представлены не все цвета, насколько я понимаю. Видимо, это самые популярные и ходовые номера. Двигаемся дальше. Это два моточка пряжи пух яка. На этикетке написано 100% монгольский як, 50 грамм и 200 метров. На ощупь очень приятная, мягкая и теплая пряжа. На сайте этот цвет называется серый, он выглядит очень натуральным, у него серо-бежевый оттенок. На самом деле пух яка не красят, и эта пряжа бывает в трех цветах. Первый темно-коричневый, такой шоколадный, очень темный оттенок. Второй светло-коричневый. И третий серый. Есть еще двухцветные скрутки из этих оттенков. Вы можете заглянуть на сайт и посмотреть, как они выглядят. Эти моточки я купила на шапку мужу. Говорят, что даже одного мотка этой пряжи будет достаточно на шапку. Но я на всякий случай взяла два мотка, лучше свяжу двойную шапку, если хватит. У нас зимы холодные. Идем дальше. И наконец-то я дошла до кашемира. У меня в заказе два оттенка 57 и 720. И меня предупредили, что 57 будет на двух бобинках. Соответственно, это одна партия, так что никакой разницы в оттенках быть не должно. Ой, смотрите, еще один сувенирчик. Ладно, давайте уже закончим с пряжей и потом вернемся к нему. Вот второй конус с номером 57. На каждой бобине есть наклейка с номером цвета, весом конуса и весом намотанной пряжи. Кстати, за конусы и за размотку в этом магазине дополнительную стоимость не берут. На конусе с большим количеством вес 227 граммов, а на втором 73 грамма. В итоге всего получается 300 грамм, которые я заказала. Оценивать бобинную пряжу по ощущениям до стерки не стоит, так как нить обработана специальной пропиткой. Но, тем не менее, она даже в пропитке ощущается теплой, натуральной и мягкой. Так что сейчас первым делом свяжу образцы и уже их будем щупать. А это 300 грамм монгольского кашемира 720 оттенка. И я опять вижу, что моя камера не хочет передавать правильный цвет. Через экран я вижу цвет морской волны, но на самом деле это яркий, достаточно темный зеленый оттенок. Я люблю зеленый цвет в любом его виде, поэтому мне этот оттенок также по душе. Внутри на конусе есть этикетка с весом конуса, номером и весом пряжи. И последней в коробке осталась баночка с сюрпризом. На ней написано 100% монгольский кашемир цвет 02, а в самой баночке тот самый пух, из которого потом скручивается кашемировая нить. Вы даже не представляете, какой он легкий, мягкий и шелковистый. Подержав его в руках, уже можно представить, каким теплым, нежным и приятным будет будущее изделие. Вот такое чудо вычесывают только у монгольских кашемировых коз. И из этого пуха получается самый лучший в мире кашемир. И конечно же первым делом я связала образцы. Сейчас мы на них взглянем, потом постираем и посмотрим, как они поведут себя после ВТО. Я решила, что не буду утомлять Вас замерами, я уже измерила все образцы и записала их параметры. Давайте начнем с образца 57 оттенка. Я его вязала в две нити на спицах 3,5 мм. И он получился полупрозрачный, мягкий и невесомый. Но пока того кашемирового эффекта, ради которого покупают эту пряжу, нет. Так что сделаем свое заключение уже после стирки. Этот образец связан уже в три нити. И нижнюю половинку я вязала спицами 3,5 мм, а верхнюю спицами номер 4. И разницы я между ними совершенно не вижу. Этот образец получился немного плотнее, но между петлями все же есть пространство и место, чтобы пряжа могла раскрыться. И третий образец из пухаяка. Связан он спицами номер 4. На этикетке была рекомендация по использованию спиц от 3 до 5 номера. Так что я взяла золотую серединку. Как выглядит это полотно, мне нравится, оно ровное, мягкое и легкое. Як немного плотнее получился, чем кашемир, тем более плотнее того образца, который связан в две нити. Резинки и там, и там выглядят плоскими, так что держать резинку ни як, ни кашемир скорее всего не будут. Давайте постираем их и посмотрим, что изменится после ВТО. Итак, мои образцы готовы к показу. Они высохли и теперь даже внешне выглядят совершенно по другому. Это у нас образец из двух кашемировых ниточек, вы сами видите, петельки расправились, ушла пропитка, на ощупь полотно стало необыкновенно шелковистым. Его безумно приятно держать в руках. Кстати, образец из пухаяка мне тоже очень нравится. В нем также петельки расправились, пропитка ушла, на поверхности появился пушок и, кстати, у Яка тоже есть шелковистость. Не такая, естественно, как у кашемира, но на ощупь это тоже очень приятное полотно. Кашемир также слегка распушился и, вы знаете, его не хочется выпускать из рук. Кажется, в Инстаграме кто-то в отзыве писал, что это пряжа не пропосмотреть, эта пряжа пропощупать, наверное, так оно и есть. Но и внешне это полотно выглядит, я бы сказала, достойно. Образец из трех нитей также мягкий и шелковистый, он получился более плотным. И если Вам нужно связать шапку, тогда стоит вязать в три нити. Я же хочу, чтобы мой кашемировый свитер получился легким и воздушным, и я буду вязать его в две нити. Вот этот бежевый оттенок я брала для себя, а из зеленого буду вязать свитер дочери. И она пока еще думает, каким она хочет видеть свой свитер. Так что в две или в три нити я буду вязать зеленый свитер, мы решим чуть позже. Еще я читала в отзывах, что окончательно кашемир раскрывается после второй или даже третьей стирки. Поэтому выносить окончательный вердикт о том, какая это пряжа на самом деле, наверное, еще рано. По поводу размеров. Сейчас измерю и сравню со своими записями. По ширине этот образец был 7,8 см, там, где резинка ширина была 7,5 см и по высоте также было 7,5 см. Как Вы видите, образец из двух кашемировых нитей остался без изменений. Образец из яка также не изменился. Ширина лицевой глади была 9 см, в районе резинки 8,3 см и по высоте 6,7 см. А вот образец из трех нитей слегка дал усадку. В лицевой глади спицами 3,5 был размер 8,5, стало 8,3 см. Там, где лицевая гладь связана четверкой, было 8,7 см, стало 8,5 см и по высоте было 7 см, стало 6,8 см. То есть по всем параметрам образец из 20 петель дал усадку на 2 мм. Вот такие у меня наблюдения. В две нити полотно не дает усадку, а в три нити произошла минимальная усадка. Может кто-то из Вас в курсе, почему так происходит, напишите обязательно в комментариях. Теперь предлагаю поближе рассмотреть нить. Это кардный кашемир, состоит он из двух скрученных между собой ниточек. На сайте Вы можете увидеть обозначение толщины пряжи 26 дробь 2. Это обозначение говорит нам о том, что нить длиной 26 тысяч метров скручена в две нити и получилась в итоге пряжа 1300 метров на 100 грамм. То есть это скрутка именно фабричная, а делают эту пряжу на фабрике Гоби в Монголии. Возможно Вам будет интересно узнать, какая получается плотность вязания. У образца в две нити в 5 см 12 петель, это значит, что плотность равна 2,4 петли. У образца из трех нитей 10,5 петель на 5 см и плотность будет 2,1 петли, и у образца из пухаяга также плотность получается 2,1 петли. Ну что ж, осталось сделать расчеты для будущих свитеров и шапки. Очень хочется поскорее начать вязать и получить в свой гардероб качественные изделия премиум класса. Как говорила Coco Chanel, жизнь слишком коротка, чтобы не носить кашемир, поэтому и Вам я искренне желаю обязательно связать для себя хотя бы шапку или варежки из такой пряжи. Еще хочется отметить, как приятно было делать заказ. На сайте есть форма для связи и на все свои вопросы я моментально получила ответы. Отправили также очень быстро, главное, чтобы пряжа была в наличии. Мне очень понравилась пряжа и я обязательно буду заказывать для себя еще и еще. А на будущее уже решила, что хочу в следующий раз заказать пряжу из пуха верблюжонка. Ну и кашемир также буду заказывать. На этом у меня все. Пишите в свой список желаний эту пряжу и пусть эти желания исполнятся. Вяжите со мной, вяжите с удовольствием, вяжите из хорошей пряжи. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok